здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала вы на канале на кухню любани а значит у нас с Колью в гостях на нашей кухне и как говорится наша песня хороша начиная сначала таки мы опять с вами на кухне опять что-то готовим сегодня будем готовить домашнюю сладость это будут такие как сказать мармелад или мармеладки конфетки наподобие мармелада но домашние сделаны сами своими руками когда у нас внук был маленький мы это готовили часто детям это нравится они особенно любят там в это в сахар обкатывать это все но уже взрослый в принципе как взрослый 13 лет потому не хочет сильно помогать но кушать еще пока такие конфеты кушает да и Коля не против но для начала я как всегда спрошу Коля ты с нами да Люба с вами я свято чту солдатскую заповедь подальше от начальство поближе к кухне боже мой ты кухонный такой солдат воин который так четко стоишь за камерой и наблюдаешь за всем дорогие мои сегодня будет как я уже сказала домашние конфеты мармеладки мы их так называем ну посмотрите попробуйте может быть и вам понравится что надо надо будет вообще-то принципе особого ничего ваши руки настроение хорошее ну и побыстричку это все сделаем значит любой сок пол литра у меня апельсиновый еще будет виноградный можно вишневый можно ну все что у вас есть любой который у вас есть выливаю кастрюльку пол литра значит вы поняли на пол литра потому что как апельсиновый сок он такой не слегка кисленький вот ему добавляю 250 грамм сахара есть сюда же добавлю 4 столовые ложки крахмала вот так вот набирайте вот смотрите вот так вот крахмал из крахмала 4 столовые ложечки отправляем сюда и сейчас это все хорошенько перемешаем чтобы все сахар желательно чтобы растаял и крахмал там соединились все продукты одно целое потому сейчас я перемешаю венчиком а вы как всегда ждем и так дорогими все перемешала теперь я ставлю на огонь и последний такой не сильный огонь и постоянно помешивая будем значит вот эту нашу жидкость уваривать так сказать потому ждем я покажу когда будут вариваться что будем делать дальше и так смотрите получился вот такой газ густоты видите это буквально три минутки отправляем чайная ложечка лимонной лимонной кислоты ставим на огонь и так немножечко помените огонь покажи поля минимальный чтобы не пригорело видите какой только начало кипеть огонь еле-еле вот так вот перемешали с этой кислотой минуточку одну все загустевает очень быстро теперь сюда же отправляем грамм 40 сливочного масла и сливочным маслом помешивая можно брать даже другие как бухтит уже можно брать даже другую ложечку там какой-то варим еще увариваем пять минут итак дорогие мои смотрите вот такой вот густоты вот видите вот она практически вот так вот сползает но долго вот возиться с ним не надо почему она так вот собирается допустим меня лопатка так тяжело уже так знаете вы почувствуете что масса такая очень густая надо стараться что масса была максимально густая я перемешиваю чтобы она не застывала теперь я смазала вот такую форму смазала растительным маслом без запаха и постараюсь сейчас в одну половинку выложить его а вторую я сделаю еще другого цвета ну это уже вне камеры вот смотрите пока горячее это все надо вылить потому что она будет быстро застывать я вам говорила еще раз повторюсь обязательно обязательно дорогие мои помешиваем когда варим вот видите застывает мгновенно все конфетки с названием коровка изначально предостерегают о последствиях вот смотрите вот пока на горячее вот вот так вот подтягиваем его не обязательно бортик можно бортик сделать если вас будет форма другая то вы конечно же можете там рассыпать разлить его то есть как вы считаете у меня форма будет одна для двух видов потому я вот таким вот образом час подберу чтоб форму и разравниваем она будет быстро застывать и итак дорогие мои значит смотрите теперь я налила виноградный сок тоже сюда сахар такую же процедуру проведем и с виноградным соком проварим и покажу что будем делать дальше а пока ждем и так обратите внимание вот таким вот образом я в одну формочку если вас формочки меньше можете отдельно я думаю что так все будет нормально значит хочу сразу сказать что натуральный сок он более лучше сворачивается чем допустим узнаете магазин я допустим рала апельсиновый с магазина не выдавливался апельсин вот потому такой более ну как жиже но все равно он сейчас вот постоял застывает уже тепленький но застывать этот вообще масса такая знаете вот очень-очень упругая натуральный сок есть натуральный это виноградный вот таким вот образом смотрите ничего нигде не соединилось пока это заваривала этот немножечко остыл я выставляла на улицу можете поставить холодильник если это позволяет у вас значит что делаем дальше а дальше все очень просто принципе на задачи справились теперь мы отправляем вот этот наш вот это наше короче как я хотела сказать месиво как вот эти наши полузаготовочки мармеладок мы которые в холодильник на два-три часа посмотрим как застынет я думаю что за три застынет четко может у меня там и времени не будет на три часа через три часа с вами встретимся и я вам покажу что буду делать дальше и конечно же попробую а сейчас немножечко подождем хорошо уточнение пробовать нельзя не сейчас нельзя потом можно ждем ждем и так дорогие мы прошло три часа все смотрите застыла прекрасно значит хочу заметить что меньше двух часов не стоит а больше можно там и на ночь кто может там но смотрите аккуратно там с подморозилка чтобы она не примерзла немножко у нас допустим может такое случиться у нас такой ходили берем доску разделочную и вот так вот аккуратненько переворачиваете это все потому что мы с вами или я и также сделайте вы смазали в этим растительным маслом вот она видите это было этого больше потому немножечко тоньше это толще значит нарезаем так как вам нравится вот я сейчас нарежу вами покажу итак дорогие мы обратите внимание нарезал кусочками не маленькими вырежьте как вам нравится можете совсем уж не длинненько как угодно значит сахар желательно взять крупный вот видите такой крупный и вот так вот берем и обкатываем сейчас покажу еще вот обкатывается прекрасно и на тарелочку выкладываем вот таким вот образом присыпаем это получается допустим домашний мармелад знаете можно еще сделать в сахарную пудру сейчас покажу сахарная пудра это уже наши говорят похоже немножечко на луком тогда она как наши моей семьи мы сюда еще можно добавить и орешки вот видите сейчас теперь тут луком который к нам привозят почти тот животом который привозят нам с турции на гостиниц хорошенько обмакнули так значит что я хочу сказать я буду потихонечку работать коля а ты будешь дать то я тогда уставлю свои пять копеек смотрите как легко поля будет рассказывать и я вот так буду делать мама спрашивает маленького вовочку вовочка а кто съел все конфеты домовой голос из печки не свисти дорогие мы а у нас когда мы спрашиваем у внука кто съел все конфеты а он говорит дедушка что дорогие даже ждем я очень быстро итак дорогие мы смотрите такая вкуснятина получилась у нас что хочу сказать первым долгом это то что мы уже тут на пробовались но все равно еще попробуем куля ты пробовал как тебе вкусно отлично чаю хорошо ко всему хочу значит самое главное что пробуйте на сахар потому что бывает знаете вот сок там кислый сладкий не обязательно привязываться к тому что там 250 грамм сахара можете просто чуть-чуть посыпать это же нормально там сок ничего там такого плохого и сырого нет обязательно пробуйте что еще хочу сказать значит смотрите варить это густоты пока такой знаете будет смесь такая тягучая хорошая смесь 5 минут прошло а вы видите что у вас еще не готова еще немножко чтобы она с лопатки так еле-еле сползала ну короче будете смотреть видео смотрите и обязательно делайте погуще как можно гуще ну что ж попробую значит можно добавить ванильки хочу заметить эссенции любой там на ваш вкус апельсинчика может там цедру добавить можно орешки добавлять но мы с орешками пробовали но нам не нравится почему-то в зубах застрелить потому мы орешки не добавляем ну что я такой небольшой возьму самый маленький знаете как в магазине мармеладар два раза языком придавила уже нет надпись в кабинете врача цветы и конфеты не пью точно дорогие мои очень вкусно вкусная чашечку поставлю готовки кормить можно как в холодильнике так ну желательно конечно холодильнике знаете она не засыхает она не буду сейчас у нас как может то засохла то не присохла то как всегда мы ставим холодильник покушали холодильник как���ли что black more а то они это вкусно а только с детками это им интересно всем главное заходите наш канал то есть это не самое главное но они тем ни менее захотите нас канал подписывайтесь ставьте лайки 7 жалко пишите коментарии и подписывайтесь своими именами вот а самое главное будьте все здоровы будьте счастливы мирного неба и вам и нам и всему всему миру мы вас всех обнимаем И всегда ждем До свидания